Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Почему Церковь запрещает смотреть фильмы ужасов и слушать тяжелый рок? Ведь он называется тяжелый. Он тяжелый для души, он тяжелый для ума, он тяжелый для психики. Он, видите, так задуман, чтобы оказывать давление. И в результате этого давления душе уже не хочется ни летать, ни молиться, ни ограничивать каких-то своих порывов, иногда грубых и животных, а, напротив, соответствовать тому ритму, который он задает в твоей душе, а действовать в его стиле. Если бы мы не слушали этот рок, а только смотрели на него со стороны, то он, скорее всего, показался бы нам каким-то беснованием. А поскольку мы открываем для него уши свои, как посмотреть на рок, скажете? Ну, хотя бы как содрогаются люди, использующие эту музыку под собственную какую-то карикатуру танцевальных движений или какие-то похожие на агонию выверты самих исполнителей такой музыки, очевидно, что они заказывают определенный стиль жизни той душе, которая, конечно же, обременяется через уши, через зрение наподобное, обременяется вот этим совсем не гармоничным, а, напротив, разрушительным содержанием. Содержание может быть не только словесное, но и музыкальное. А потому надо поберечь себя. Особенно молодая душа, она еще как деревце юное, подвержена различным атмосферным явлениям, и ветру, и осадкам, клонится под их тяжестью и может и сломаться. Потому это агрессивное, несомненно, вторжение в душу такой музыки непременно влечет за собой недобрые последствия. От того, что есть среди рок-музыкантов люди рассудительные, может быть, и отчасти благочестивые, которые вносят в эту рок-музыку какое-то содержание, патриотическое или даже религиозное, от этого не меняется само музыкальное воздействие. Зомбирующая человека, вводящая его в какую-то зависимую, подавленную форму. Потому трудно мне согласиться, чтобы какая-то грохочущая, кричащая, скрижещущая музыка является в какой-то степени полезной для нашего юного современника. Еще строже надлежало бы сказать о фильмах ужасов. Меня, как некогда причастного к театральному искусству, сейчас могут еще увлечь какие-то кадры с прекрасными гармоничными видами, лицами. И могу я почувствовать некоторое обаяние этих кинолент или образов, которые отличаются умением заметить и отразить в кадре совершенство земных красот, человеческих или природных. Но то, что в кадре заражено демонизмом, то, что питается из преисподней образами, словами, чертыханиями, матерной бранью, это впрямую действует на душу убийственно. И я это с тех пор, как, кажется, принял святое крещение уже в студенческом возрасте, ощущаю. И потому для меня такие явления, как третий мистический канал, где на каком бы этапе мы не часто оказываемся перед телевизором в монастырях. В монастыре нет, а уж где-то в домах родных своих или при случае оказавшись. И есть целые каналы, где замечаешь, что есть целые каналы, где просто непрестанно на людей изливаются какие-то битвы экстрасенсов, какие-то вардулакские темы фильмов, какие-то колдовские козни и интриги. И однозначно чувство полного разрушения, оказываемого такими зрелищами на душу человеческую, меня никогда не оставляют. Искренне, мне кажется, что подобные образы, которые особо множатся в этот ложный праздник Хэллоуина или как раз на некоторых каналах, посвященных этому демонизму, мне кажется, всякий образ, он не просто как злая музыка давит душу, а просто продолжает жить, продолжают жить демонические образы в душе, которая их через свои глаза, через свои уши в себя впустила, через органы чувств. Ничем не лучше это созерцание фильмов ужасов, чем участие в демонических обрядах. Там тоже ведь, вслед за призывами шамана или какого-то колдуна, ведьмака, люди оказываются вовлечены в таинственную и разрушительную жизнь духов тьмы. И фильмы, образы с экрана в этом стиле предлагаемые делают то же самое. Душа увлекается в этот страшный хоровод, в этот сатанинский бал. И выбраться оттуда легко не получится. Недостаточно будет только покаяния. Нужен будет еще иногда и многолетний плач, и труд очищения сердца от тех демонических образов, которые запечатлевают в душе человека эти мерзкие зрелища, сейчас столь доступны для детей, для взрослых. Потому смотрение фильмов ужасов, всяких передач, представляющих разные виды оккультизма, медиумов, столь популярные сейчас даже вполне просвещенные прослойки нашего общества, медитации как признак здорового образа жизни, на самом деле это реальное соприкосновение с духовным миром, со знаком минус. И все эти опыты, вся эта конница, вся эта королевская рать своего заложника легко никогда не отпустит. Это те явления в нашей жизни, в нее вторгающиеся, против которых надо иметь очень четкий, ясный, чуткий иммунитет, табу, некоторый решительный недопуск, как каких-то талисманов, предметов колдовских, оккультных практик, вносить в свой дом, как и идолов, есть дело вполне вредное, и влекущая душу за собой в область подверженности действиям Духа Тьмы. Так что расплата за это будет не только в плохом сне или в навязчивых страхах, мыслях, атаках панических, которыми сейчас страдают многие наши современники, но еще и подверженность и легкая подъем, но и подверженность тяжким, грубым грехам и плотским, и самоубийственным, которые приуготавливают для нас, каждого из нас, увлекаемого в свою область, сам князь Тьмы. Потому, говорит апостол, нам небезызвестны козни его. И, встречая нечто, относящееся к этой области ужасов, надлежит отвернуться, отвратиться, осенив себя крестным знаменем, и вместо обращения внимания к ним, к этим гнусным и богохульным образом, обратиться к источнику всех благ, Богу умом и сердцем, возносясь к Нему молитвой Господи помилуй, Господи очисти, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Аминь.